Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем готовить с вами голубцы на западный манер. Это блюдо пришло к нам из далекого прошлого, его любили и тогда и любят сейчас. Для начала я буду замораживать капусту. Именно так, замораживать, не варить, как это делали когда-то. Я буду замораживать. Кладу я обычно капусту на ночь в морозилку. Утром достаю и даю пару часов для того, чтобы она начала у меня оттаивать. И затем срезаю листочки. После того, как они размораживаются, они становятся мягкие-мягкие. Также я буду использовать еще небольшое количество молодой капусты, которую тоже немножечко приморозила. Я их буквально на полчасика закинула в морозилку, для того, чтобы просто верхние листики у меня примерзли. Срезаю вот эту вот плотную серединку с листочка. Если листики у вас сильно большие, его можно будет разрезать напополам, по вот этой вот половинке. И потом уже будем заворачивать. Для начинки и для поджарки нам понадобится две крупных луковицы и морковь. Тоже довольно крупная. Лук режу не очень мелкими кубиками. Поджарку буду делать одну, а часть ее просто буду добавлять в начинку. Нарезаем наш лук и отправляем его пассероваться. Морковь нужно будет натереть на крупной терке, для того, чтобы она была видна и в начинке, и потом было очень красиво и вкусно. Лучок нужно пассеровать, чтобы он немножечко начал золотиться, совсем немножечко. И затем уже можно будет добавить к нему морковь. Пассеруем это еще вместе где-то минуток пять, для того, чтобы и морковь посветлела, и размягчилась немножечко. Затем половину этой поджарки я буду добавлять к своей начинке. Поэтому отделяю приблизительно половину, может чуть-чуть меньше. Смотрите уже по вкусу, как вам будет нравиться. Это придаст сочности нашей начинке. В остальную половину добавляю столовую ложку томатной пасты. Этого можно не делать. И немножечко еще поджарю вместе с томатной пастой. Буквально минутку. Затем добавляю где-то литр томатного сока. Дожидаюсь, пока это все добро у нас закипит. И добавляю соль, сахар, лавровый лист и перец. Все по вкусу. Но много и лишних специй сюда не добавляйте. Это приглушит именно натуральный вкус блюда. Теперь буду добавлять фарш к нашей поджарке, который мы с вами отбрасывали ранее. У меня здесь два пакета фарша. У меня здесь отдельно и свиной, и свиноговяжий фарш. Фарша у меня где-то килограмм. И я люблю риса добавлять меньше, чем фарша. Хотя советую плюс-минус в равных пропорциях. Рис у меня отварен до готовности. Здесь не принципиально длиннозернистый или круглозернистый рис. Главное не очень ароматный, типа жасмина и тому подобных. Это все перчим, солим. И хорошенечко перемешиваем. Опять же повторюсь, у меня здесь килограмм фарша и ушло отварного уже готового риса где-то 650 грамм. На дно кастрюли, в которой у меня это все будет тушиться, несколько половников добавляю в наши уже томатные, такой томатного соуса. И сейчас я покажу, как я буду заворачивать. Есть несколько стандартных способов, которыми заворачивают голубцы. Я сейчас покажу, а потом более подробно на этом немножечко остановлюсь. Можно сворачивать вот такими вот треугольничками. И заворачивая серединку вовнутрь, уплотняем начинку. Или убираем, если у нас получилось ее много. Смотрим, чтобы он был у нас довольно плотненький. И уже можно укладывать его вниз. Сейчас покажу, есть еще один стандартный классический способ. Не забываем, что нужно было срезать плотную часть сзади. Выкладываем количество фарша и скручиваем вот такой вот колбаской. И теперь боковые, что у нас осталось, заправляем туда внутрь. И делаем опять-таки плотный голубец. Но такие голубцы обычно получаются довольно крупные. Но зато очень плотные и красивые. Сейчас покажу еще один вариант. Можно точно так же, только скручивать, как конвертиком. Вы видите, заправляю внутрь. И потом просто опять же прокручиваю. Суть не меняется, то есть он такой же. Но скручивать проще немножечко. И заправлять больше ничего не нужно. Для этого нужны листики, которые более мягкие. С ними так намного удобнее работать. Поэтому я морожу свою капусту. Вот такая вот красота получается. И по поводу треугольничков. Смотрите, укладываю фарш. Один конец беру и накрывая фарш, прикладываю к другому концу листа капусты. И потом просто прокручиваю его по кругу. И заправляю, уплотняя голубец. Это довольно просто. И я делаю все время, в общем, разное. Потому что смотрю по размеру листа, который я сейчас держу в руках. И скручиваю такой голубец, который мне нравится. Я не кручу только треугольники или только круглые. Всегда делаю разные. В заправку нужно добавить либо сметану, либо сливки. Я в заправку добавила где-то грамм 300-400 сливок еще. Можно добавить сюда сметаны. По-хорошему жирной сметаны. И поливаем этой заправкой все наши голубцы сверху. Смотрите, чтобы у нас все протекло вниз. И отправляем это все добро тушиться. Минимум на час, а то и полтора на мелком-мелком огне. Потом пускай немножечко остынут и можно кушать. Получаются очень красивые, очень сочные и вкусные голубцы. А с вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте поставить палец вверх. До новых встреч. Пока-пока.